добрый день уважаемые коллеги как хорошо слышно меня поставьте пожалуйста плюсики если слышите меня хорошо спасибо мы продолжаем наш цикл вебинаров в директ академии и сегодня будет первый вебинар на этой неделе вообще неделя будет достаточно интенсивная и интересная как всегда несколько слов перед тем как предоставить слово нашему спикеру константин николаевичу костюку в самом начале нашего чата вы найдете две полезные ссылки первые из них ведет на наше интерактивное расписание в этом расписании вы можете подписаться зарегистрироваться на все вебинары которые запланированы у нас до конца июня 2018 года то есть за весь учебный год а и также там же можете посмотреть записи тех вебинаров которые уже прошли и опубликованы на нашем youtube канале а вторая ссылка это собственно ссылка на наш youtube канал на котором мы публикуем все записи и и сразу отвечая на вопрос записи запись этого вебинара будет тоже там опубликовано перед тем как передать слово спикеру я хотел бы прорекламировать еще два вебинара которые состоятся на в ближайшей неделе это вот эти вот вебинары а на самом деле у нас будет еще завтрашний вебинар но я честно говоря даже боюсь его рекламировать посток поскольку на него записалось уже больше 500 человек и ваша возможность на него попасть будет весьма ограничена итак да вот эти два вебинара это вебинар юрий майского на по работе с голосом для преподавателя и и второе вебинар это вебинар игоря белянина по видеотрансляциям как как ну как создавать видео учебные видео трансляции итак это все напоминаю что все присутствующие здесь получат бесплатные именные электронные сертификаты через некоторое время после окончания нашего вебинара все присутствующие все участвующие в вебинаре а ну а сейчас я передаю слово константин николаевичу костюку а для того чтобы он продолжил свой провел сегодняшний вебинар константин а а а а Продолжение следует... Прошу подождать. У Константина Николаевича подвис компьютер. Сейчас он перегрузит систему и появится на связи. Добрый день, коллеги. Прошу подтвердить, слышно меня или нет. Прошу подтвердить, слышно меня или нет. Я и сам преподаватель в прошлом, конечно, преподавал в МГУ несколько лет. Несколько лет работал в Германском университете. У меня есть несколько опубликованных книг, много статей. Так что я здесь вполне могу выступать не только как тот, кто что-то предлагает, но и как ваш коллега, который активно публикуется сегодня. Ну а перед вебинаром сразу озвучу цель и тему, почему он так провокационно озаглавлен, почему авторам ВБС быть выгоднее, чем авторам в издательстве. Как всегда, наш вебинар, но во всяком случае с моим участием, будет представлять собой некоторые размышления философского и медийного плана и перемежаться рекламой того, что мы для этого делаем. Так что ее потерпите. В целом, суть той постановки заключается в том, что, на мой взгляд, сегодня, особенно в научном учебном издании, происходит очень существенный цифровой поворот, отход от традиционных концепций, в результате чего новые площадки, новые платформы, которые обеспечивают тот публикационный поток, который в цифровую эпоху на порядке вырос по сравнению с тем, что мы имели буквально 30 лет назад, вот этот новый поток может обслуживать только цифровые платформы нового поколения, такие как ВБС. И поэтому надо переключаться и переходить, понимать, как работают они. Вот еще скажу о том, что сегодня я буду опираться на свою презентацию, которую делал совсем недавно на Arbicon в кратком своем формате, ну и какие-то слайды добавлять, начиная с тестового времени. Еще одно замечание, прежде чем перейти к тему, когда мы говорим об ЭБС, в основном это идет речь о книгах, о монографиях, а вопрос для современного автора, конечно, звучит так, где и в чем публиковаться, статьи публиковать или книги публиковать. Сейчас книги монографии становятся все менее популярными, стимулируется в основном публикация статейного потока, она находит отражение в TPI и рейтингах, импакт-факторах, рейтингах цитирования. Вот это реалии сегодняшнего дня, но я бы сказал, это не эпохальные реалии. Если вся система стимулирования в ВУЗах и в науке сегодня переключилась на публикации, это не значит, что мы должны забыть о книгах. Разумеется, наша информационная среда все больше превращается в такие корпускулы, все более мелкие тексты, небольшие сообщения, которые можно по ходу сообщать. И, конечно, особенно естественная наука, техническая, она все больше концентрируется на статьях. Но рядом вместе с этим понятно, что без книги мы никак не сможем обойтись, особенно в гуманитарной сфере. И, в конечном счете, для каждого автора, особенно если он далеко продвинулся и хорош в статейном потоке, все равно итоги жизни во многом подводятся по его большим трудам. Монографиям, книгам и некие обобщения, тот месседж и глобальное видение, который настоящий автор хотел бы передать и потомкам, и тем, кто его слушает. А, конечно, они не могут уместиться в жанр простого научного сообщения статьи, они требуют некого обобщения, некого крупного жанра, мета-мега-нарратива. Так что без книг мы не обойдемся. И, соответственно, то, что я буду говорить сегодня, все-таки будет касаться больше вот этого крупного жанра, книг и публикаций, которые относятся к публикациям монографий, учебников, сборников и так далее. Так, вот говорят, что плохо слышно, но постараюсь громче говорить. Итак, перейдем к теме. Прежде всего я хотел бы обратить внимание вот на такой очень фундаментальный фактор, медийный поворот, который совершился во всей этой сфере, о которой мы говорим. Мы привыкли выстраивать наш, видеть медийный мир в фокусе традиционного соотношения автора и читателя. При этом, как всегда, понимается, что авторов много, авторов мало, читателей много. Автор, он сообщает то, что хочет, читатель слушает. То есть, своего рода, такая классическая патриархальная ось власти. Начальник подчиненный, тот, кто вещает и тот, кто воспринимает. Автор в этом случае, он учитель, а читатель ученик. Вот эта классическая ситуация, в которой практически установила книгопечатание на несколько веков, она сегодня разрушается вследствие цифрового публикационного взрыва. Барьеры книгопечатания разрушились. Каждый может публиковать, и он делает это, и учится в социальных сетях, везде, где угодно. И в результате этого читатель больше не хочет быть сугубо ведомым и пассивным. Он хочет слово, он хочет стать автором. И вот благодаря вот этому движению читателя в сторону автора возникает этот самый поворот. Цифровая личность становится двухполюсна. Она остается автором, остается и читателем. То есть это автор, который столько же читатель, это читатель, который в том числе и автор. И в любой момент может происходить этот поворот, меняться роли. Чистые читатели и чистые авторы вымирают. И начинается такая совершенно динамичная жизнь, из которой надо делать выводы. Она меняет классический медийный ландшафт, время слушателей проходит. И вот читатели выходят на арену медиа, они начинают задавать свой тон. Все это вот и выражается в том новом публикационном мощном потоке, который особенно силен в университетском научном пространстве. Освобождается колоссальный импульс авторского научного творчества. И готовы ли мы воспринять вот этот поток? Хватит ли нам журналов, в которые мы поместим эти сообщения? Способны ли мы влить новый публикационный поток в старый механ? Вот собственно этими вопросами мы сегодня и озадачимся. А чтобы проиллюстрировать вот что происходит, я нарисовал такие схемки. Первый рисуночек показывает классический образ, когда авторов мало, читателей много. И это как воронка, как рупор своего рода. Автор некий глашатый, он озвучивает, читатель воспринимает. Вот то, что происходит сейчас, это перевернутая колба. Когда наоборот, все становятся авторами, и читателей уже становится мало. Согласитесь, что это колоссальная смена фокуса и ситуации. Как быть, когда тебя уже не читают? Как быть, когда авторов, ты соседствуешь, как вот раньше было много читателей, чувствовал их плечо. Так вот сейчас очень много авторов, а тебе-то нужен читатель. И во всяком случае, когда вот сразу одно сливается с другим, и возникает такая двусторонняя колба, двустороннее движение, на самом деле появляется движение, создающее индукционные токи. Одно переливается в другое. Ты был вчера читателем, сегодня становишься автором. И возникают некие возвратные движения, совершенно новые информационные потоки, новые энергетики рождаются из этого. То есть каждый участник вот этого ландшафта начинает чувствовать себя и приемником, и передатчиком, и вершиной пирамиды, и основанием. И в результате этого он уже не может быть тем автором, каким он был раньше. Он не может просто вещать. Он теперь на самом деле делится, он не диктует, как прежде, а дискутирует. И он обращен уже другому, не только к читателю, вот как, условно говоря, ниже себя, да, но и как к автору, который равный ему по всему статусу. Вот такие токи взаимообменов, они сегодня становятся довольно очевидны в некоторых вещах, вот скажем, во взаимном цитировании. Если тебя не прочитали, ну, прочитать еще мало, если тебя не процитировал читатель в своем авторском труде, то цитирования просто не будет. И, по сути дела, то, с чего мы сегодня вращаемся, вот этот механизм цитирования, он и воспроизводит то, о чем я говорю, как читатель дальше ретранслирует тебя уже в качестве автора. Разумеется, из этого возникает более тесная коммуникация, ну, совершенно другого качества. Все это выливается в формирование нового информационного ландшафта, который совершенно уже отличается от традиционного книжного авторского рынка. То есть, если раньше рынок был рынком читателей, и читатель формировал спрос, условно говоря, он оплачивал вот те книги, те тиражи, если ему что-то было интересно, создавал спрос на авторов, то сегодня механизм возникает совершенно другой, возникает рынок авторов. И они уже борются за свое место в качестве автора, они оплачивают публикации, они вносят свои деньги, а вовсе не живут гонорарами. Они формируют публикационное пространство открытого доступа, совершенно безвозмездно. И уже, короче, вот тот финансовый поток идет не от читателя к автору, а наоборот, условно говоря, от автора к читателю, когда даже читателю приплачивается, но не обязательно в форме денег, а хотя бы в форме того времени, энергии, которую автор тратит на свою публикацию. Ну и надо попонять, что если мы сегодня имеем дело уже с рынком автора, то это совсем другой рынок, чем тот, который был вчера. Значит, автор платит, автор заказывает музыку, и, соответственно, рынок соответствует его потребностям, а не потребностям читателя. А какие у него потребности? Высказаться, выразиться, быть услышанным, иметь собственную позицию, обменяться мнениями. Его должны услышать. Он дальше нуждается в продвижении, нуждается в информационной среде с обратной связью с читателями. Вот за это он платит, и этот рынок определяется именно этими деньгами. И теперь он, а не читатель, определяет, что будет опубликовано. Он направляет в рынок деньги, то есть гранты, заказы, он трансформирует традиционный публикационный ландшафт. И, скажем так, теперь на нем легче найти не то, что интересно читателю, а то, что интересно опубликовать, сказать автору. В общем, надеюсь, вы понимаете, что вот это совершенно другие направления, и мы еще только начинаем видеть вот те последствия этой ситуации. Ну и, соответственно, тот традиционный журнально-книжный формат, который раньше на совсем другой рынок был ориентирован, он с этим потоком не справляется. Он не способен его издательски фильтровать, фильтровать, обрабатывать. Соответственно, появляется масса фейковой литературы, мошеннических схем, псевдо-журналов, того потока, который не отвечает никаким традиционным критериям качества. Это во многом как раз следствие того, что автор пробивает себя, даже если ему нечего сказать, и во всяком случае его не хотели бы слышать, он, тем не менее, на рынок себя продавит. И вот для того, чтобы объединить эти рынки, чтобы мы не потеряли рынка читателя, но и нашли адекватные формы для рынка автора, вот мой тезис, что это могут только новые информационные публикационные системы, и в частности, электронно-библиотечные системы способны такие функции выполнять. То есть, она может работать и на рынок авторов, то есть, рынки открытого доступа, и на рынке читателя, то есть, традиционные подписные, скажем так, рынки. это происходит потому, что если раньше издательское пространство и публикационные пространства разделялись, то есть, издательское пространство, это было пространство публикации книги с высоким барьером входа, А публикационные пространства, это будем считать открытые публикационные пространства, то, что мы понимаем под открытыми архивами, открытым доступом. Вот эти на сегодня, эти два подхода смотрятся как противоположные. В ВБС мы стараемся объединить оба подхода и создать единое поле, которое позволяет работать как традиционным издателям, так и самостоятельным. Вот, и еще бы я хотел вот здесь дополнить тем, что мы наблюдаем при этом, какие факторы мы учитываем. Вот, в частности, использование ВБС, я вам даю нашу классическую схему, мы видим, что здесь, как всегда, большая часть уходит на использование учебников и научной литературы. Ну, вот, скажем, некоторые сегменты, которые раньше никак о себе не давали знать, скажем, студенческая наука, они становятся все более и более заметны. Хотя у нас не так много вот этой студенческой науки, но уже 10% использования, они приходят с нее. Это формат сугубо открытого доступа. Вот, точно так же, вузовские издательства, которые раньше находились в нише малотиражности, трудно им было доставить свою литературу до целевой аудитории, вот, благодаря ВБС, в нашей ВБС, становится тоже довольно заметным элементом. Вот, где-то 15% от всей посещаемости приходится на этот контент. Вот, поэтому я бы еще обратил на один феномен, который связан с вот этим публикационным потоком и медийным поворотом успех вузовских издательствах. На цифровых платформах вузовские издательства поднимают плечи, а, соответственно, это тот комплекс авторов, который стоит за вузами. И вот, скажем, в наших параметрах, в нашей ВБС, общие показатели вузовских издательств по спросу, по тиражности, книгообращениям, финансовым выплатам, они сравнялись с базовыми коммерческими издательствами. Такого никогда не было, потому что, как я сказал, вузовские издательства, это всегда была ниша малотиражной литературы, коммерческие, старались много тиражный сегмент освоить. Вот, у коммерческих практически на порядок опустились показатели, это стали такие же малотиражные издания, ну, хотя используемость их все равно выше, особенно у лидеров. И вот, тем не менее, вот то, что вузы смогли более эффективно использовать цифровую платформу, показывает, что мы на правильном пути, и вузовским авторам стоит двигаться в этом направлении дальше. Так, двигаемся дальше. Уже давно понятие цифровой книги, в которой нет различений между бумажной и электронной. Любая книга, цифровая, она может представлена в печатном виде, здесь нет никаких проблем, и в то же время она, больший свой сегмент, больший спрос обеспечивает через электронные площадки, как электронная книга. Вот, соответственно, эта цифровая книга, она сохраняет все виды традиционной книги, не отличается абсолютно ничем. И вот именно здесь, к такому формату сотрудничества мы приглашаем всех авторов, то есть, в принципе, это традиционная публикация в нашем издательстве. У нас не происходит каких-то, просто как в репозиториях, в простом выгрузке файлов, и вот вам уже книга. Нет, все проходит традиционный классический издательский процесс. И на выходе получается книга, в которой и свои титульные данные, ISBN и так далее, своя обложка, все-все атрибуты настоящей книги. Но, еще раз повторяю, что это уже более развитая стадия, расширение классической концепции. Это не просто книга, это цифровая книга, которая не отрицает старое, а его развивает. И может существовать в разных видах, дополнять разные информационные каналы. Вот поэтому вот этот пункт, классическое издательство, ни шагу назад, он для нас принципиальный. Мы не должны, переходя к новым форматам, потерять того, что наработано столетиями цивилизаций, так сказать. То есть, не поступиться ни песчинкой качества, главное, в этом публикационном потоке. Потому что всем вам понятно, интернет он наводняет, интернет не фильтрует. И особенно в научном и учебном издании очень важно, не поддастся этому соблазну, не перейти на сугубо количественные показатели. То есть, в том издательском потоке, который через нас проходит, сохранить те важные фильтры. То есть, ту функцию профессионального издательства, ради которого оно вообще существует и возникло. Поэтому фильтрация, экспертиза, вывод на рынок остается у нас, как было прежде. Ну и издательство, важно понимать, как прежде, так и в будущем. Оно всегда будет выступать неким профессионалом. Оно всегда гарантирует бренд, обеспечивает продвижение автора, несет ответственность за авторские права и по мере возможности осуществляет вознаграждение. Вот эти базовые издательские функции остаются у нас, даже если вы публикуетесь в цифровом виде. Вот, если этого не происходит, а как сегодня практикуются некие свободные публикации на онлайн-площадках различных, в сети интернет, самостоятельно, с помощью всяких там псевдоиздательств. Вот важно понимать, что это, несмотря на то, что вы там что-то выгружаете, это не является публикацией. Не любое место, где вы выгрузите свою работу, станет публикацией, потому что эта выгрузка, так скажем, не удостоверяется третьей экспертной стороной, которой является, должно быть, издательство. То есть в этом случае ваша работа не попадает в сегмент научного интернета, она действительно будет находиться, где-то функционировать, но качество ее информации ничем не подтверждено и по статусу это не будет научной публикацией. Ну вот как пример, их сейчас более чем достаточно, псевдо-журналы, которых вы постоянно, уверен, получаете приглашение, вот такие издательства, как Ламберт, это все инструменты выкачивания денег из авторов, вот то злоупотребление новым рынком авторов, который возник в течение последних десяти лет. Таким образом, чтобы вы еще раз понимали, мы не являемся площадкой самоиздата и вообще в научной среде самоиздат как таковой невозможен, но мы используем цифровые технологии ускоренной публикации и они, конечно, позволяют очень многого при условии сохранения научного качества. Мы, в частности, около 25% приходящих к нам предложений, мы вынуждены отказывать, потому что там этого научного качества мы не находим. И еще один ключевой тезис, характеризующий ситуацию, один из важнейших в сегодняшнем вебинаре, тот поворот в научном книгоиздании, который произошел и который надо учитывать. Дело в том, что вот такая парадоксальная получается ситуация, что в современном состоянии книга научная, учебная создается и существует как электронная, но имеет вид бумажный. Я это называю квазибумажные издания. Вот то, что вы видите на нашей ЭБС, то, что мы упоминали касательно университетского книжного потока, это все на вид бумажные издания. Их можно приобрести, если захотеть, в бумажном виде, по технологии Print on Demand. Но на самом деле основной вид распространения цифровой. И в большинстве своих, в своем, вот эти издающиеся книги питаются только в цифровом виде. Вы, как авторы, должны эту специфику в сегодняшний момент понимать, потому что гоняются за бумажной книгой. В результате вы можете издать эту книгу, но ее никто не прочитает, кроме вас и друзей, кому вы ее подарили. Да, потому что все-таки в новой информационной среде, особенно научной и особенно вузовской, доминирующим и первичным становится электронный формат. Тексты в первую очередь читаются именно таким путем. В то же время, вот этот вот электронный формат не стал самостоятельным. То, что вы видите на экране странички книги, обязательно должны ссылать на некий существующий печатный формат, печатную книгу с ISBN и так далее, с разбивкой на странице. Вот это и есть парадокс цифровой книги, о котором я говорил, что книга на самом деле существует и читается в электронном виде, но имеет при этом вид и параметры печатной, и, конечно, всегда могут быть распечатаны по технологии печати по требованию. Принтон-демант как в неком уже базовом формате научного книгоиздания. По сути дела все научные издательства перешли на него. И он для вот этого нашего рынка абсолютно неизбежен, поскольку вызван дифференциацией интересов научных, вот этим многообразием авторов, плюрализмом тем и вообще тем многообразием публикационного потока, который не может обеспечиваться классическим тиражным книгоизданием. Вот такой вот парадокс, который и возник на рынке авторов. Особенности нашей публикации, это вот каталог на картинке, как я сказал, сохраняет все параметры традиционного книжного издания, вот при этом, ну то есть каждой книге, работе присылается SBN, вот с недавнего времени в каждой работе мы прислываем DOI, цифровой идентификатор, который сейчас очень важен для научного продвижения, для каждого автора. Размещение в ринц. Все это происходит бесплатно. И при этом мы нашим авторам даем несколько экземпляров печатных тоже бесплатно. И даем как бы вечный паспорт с помощью DOI. Вы в дальнейшем можете свободно распространять, указывать свою книгу. Ее всегда найдут, у нее всегда есть место, пристанище, что для цифровой книги один из важных критериев. Находимость и присутствие на какой-то, постоянное присутствие на платформе. Ну а все-таки, с учетом того, что книг стало очень много, и основная проблема это не написать книгу, а ее дальше довести до целевой аудитории, мы занимаемся распространением, продвижением книги в цифровой среде, по цифровым каналам, по интернету, всему тому, что практически сегодня недоступно для печатной книги, если у нее нет электронной версии. Соответственно, вот тот перечень действий, которые мы производим, во-первых, размещаем в ЭБС, и книга остается там навсегда. И получает сразу огромную аудиторию, у нас на сегодня, через нас вы имеете доступ к полутора миллионам преподавателей, студентов, ученых. То есть никакая бумажная книга, даже близко, такой аудитории быть доступна не может. Дальше мы размещаем книгу, ну в зависимости от лицензионного договора, на иных электронных площадках, в интернет-магазине. Google Play, Apple iBooks, то есть те, кто базовые электронно-книжные каналы распространения. Вот мы, кстати, активно продвигаем книги за рубежом, и вот именно наше издательство одно из немногих, кто тесно сотрудничает с сервисом ЭПСКО и БУКС, то есть ваши книги будут доступны всем, кто работает в ЭПСКО, а это на сегодня самый крупный агрегатор в мире. Иностранные книги о торге, иностранные подписчики, которые у нас есть, в частности вся Германия. То есть, конечно, это для международного продвижения автора чрезвычайно важно. Ну и внутри стороны доведение до вузовских, научных, публичных библиотек. Мы обеспечиваем работу с книгаторгами и книжными магазинами профильной литературы. И, разумеется, продвижение в сети интернет, в соцсетях, в книжных навигаторах, на партнерских сайтах. В общем, весь комплекс продвижения мы стараемся нашим авторам обеспечить. Ну и самое главное, мы обеспечим ту формулу ЭПС, о которой я говорил, которая находится между открытым доступом и коммерческим использованием. Дело в том, что все наши подписчики, физические лица ученые-студенты, они, если вуз подписан, библиотека подписана, они читают совершенно свободно, как в открытом доступе. То есть не платят за книгу, это им ничего не стоит. И, разумеется, это очень сильно расширяет доступность и коммерческую эффективность книги. Понятно, что в новых условиях большинство научных книг не зарабатывают и не могут заработать в силу узости интересов научных и вот этой новой специфики. Но, еще раз повторяю, они доходят до профессиональной общественности. И это одна из ключевых целей научной публикации. Вот если книги действительно ориентированы на широкий интерес, имеют хороший спрос, то эти книги будут зарабатывать. У нас немало авторов, которые абсолютно довольны теми гонорарами, которые им приходят. Ну и это как бы я рассказал о особенности наших, нашего публикационного формата. Вот теперь хочу ответить по ходу дела на вопросы, которые возникли. Так, открыть презентацию для скачивания. Хорошо, ну тогда я открою Арбиконовскую презентацию, да, чтобы она была. Каковы условия публикации вашей ЭБС? Ну, надеюсь, в принципе, я уже там по ходу и расписал. Сейчас будут детали. Вот, думаю, что это станет совершенно очевидно. Но еще раз повторюсь, это очень просто. Важно наличие некого научного качества, которого мы можем определить. Больше, собственно, ничего не требуется. Все происходит автоматом. Как раз я расскажу следующим пунктом. Так, и вот вопрос с ISBN. Да, ну тут, как вы решаете вопрос с ISBN, очень просто, поскольку мы крупный издатель в данном случае. У нас ISBN закуплены по нашему издательскому коду. И мы в каждой работе, которую мы принимаем, авторской, бесплатно его присваиваем. У вас ISBN будет. Да, все мы покупаем у книжной палаты. Она нам и предоставляет эти номера. Так что, здесь классическая схема. Так, идем дальше. Значит, что внесли вот эти цифровые возможности и в чем они изменили, упростили, перевернули весь процесс. Основная суть и вообще цель цифровизации упрощения публикации и снятия с нее излишних барьеров. Ну, понятно, что раньше все это было очень непросто. Поток заключения договора, экспертиза, работа с авторами по редактированию. Такая взаимная. То есть, это целый. Потом подготовка верстки, подготовка работы к печати. Сам процесс печати был нетривиальный. И, наконец, ну, даже вот какие-то там экземпляры предварительно печатались. Автор с ними знакомился. Потом только уже гранки и полный тираж. Вот, это была целая история. Поэтому, разумеется, вот этот комплекс труда, если оценивать, я недавно приводил данные, сколько стоит упрощенная научная публикация у нас в стране и, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у нас это, оказывается, тысяча долларов где-то, да? При том, что, ну, дешевле, наверное, уже нигде нет, кроме там Индии какой-нибудь. Вот в Соединенных Штатах на порядок эта цифра выше. И они оценивают издательство свои затраты на научную монографию в 10 тысяч долларов. Вот, серьезная цифра. Вот это вот классический формат. Вот это и есть барьер, который существовал, которого сегодня нет. Чтобы его не было, нужно эти процессы все упростить, что мы и делаем посредством автоматизации. Вот, в данной концепции автор принимает для себя основную работу, он должен еще больше поработать, чем это было раньше. Но, тем не менее, этапы публикации те же самые, только ускоренные. Значит, первый этап – это работа с платформой публикации. Мы отрабатываем критерии публикации, они становятся стандартными, всеми понятными. Собственно, со статьями, скажем, это вам все уже очень давно заметно, потому что статейный цифровой процесс, он, скажем так, на 10 лет вперед шагает. И здесь уже все стандарты отработаны, каждый знает, что делать. Аннотации, ключевые слова, перевод на английский, список литературы, цитирование. Все это уже всем очень знакомо. Вот, то же самое происходит, и это мы делаем в книжном формате. То есть, отрабатываем четкие стандарты критерий публикации. Дальше проходит редакторская рецензионная работа. Вот, особенно здесь важна внешняя рецензия. Но, как вы понимаете, уже везде на рынке редакторский элемент сведен к минимуму. Вот, к сожалению. Но над научными трудами уже реальная внешнеиздательская, редакторская работа практически ни в каком издательстве не ведется. Над учебными еще, да, может быть. Но, в основном, это вот все сфера ответственности авторов. Это уже такой фактор рынка. Вот, дальше процесс заключения лицензионного договора. Вот, в данном случае мы его осуществляем и планируем через электронный документ, наоборот. То есть, с минимальными телодвижениями. Ну, и, наконец, использование публикационной платформы уже как дискуссионной площадки вокруг публикации того, чего раньше совсем не было. Вот эти элементы я сейчас постараюсь быстренько осветить, как это происходит у нас. Ну, во-первых, сервис публикации. Вам не надо распечатывать рукопись, отправлять ее по почте, ждать, удостоверяться, потом в другое издательство. Все гораздо проще. Существует сервис публикации в вашем личном кабинете преподавателя и автора. Вы загружаете работу, заполняете основные данные, от которых будет зависеть продвижение. Вот здесь, опять-таки, максимум работы от вас. Вы должны и рецензию предоставить на научную работу, без этого она не является научной. И заполнить качественно аннотации, всю информацию, которую сопровождает, в частности, предмет, да, как в дальнейшем классифицируется работа, как она попадет в каталог. То есть, понятно, от качества заполнения вот этой мета-информации будет много очень зависеть. Вот, в частности, год, если это уже публикация ранних была выпущена, да, не новая. Вот эту вот информацию, которую я перечислил, вы должны заполнить. И дальше последует только наша аналитика, модерация, что-то мы подправим где-то, тексты. И, разумеется, проанализируем рецензии, которые представлены, и проверим саму работу. Вот, пока на этой стадии работа будет видна только нам. Вот, если успешно проходит эту стадию, то мы переводим ее уже в стадию публикации. После согласования автора и работы появляются на платформе. Она полностью описана. И вот здесь появляются новые методы работы. Эту книгу теперь можно не просто читать и найти. У нее есть ISBN и все, DOI, как я сказал. Но появляются и новые сервисы научной дискуссии, научной оценки. Вот сейчас, пока мы этот сервис предоставляем только для студенческих работ, можно поставить оценку для работы. Ну, а такие вещи, как комментарии, какие-то там рекомендации аналогичной литературы, это можно предоставить любой книге. И вот благодаря этому, этим сервисам публикация предстает как исследовательский процесс, как то, что не как вот обычно в данном пункте имеет полное завершение, а наоборот, здесь только начало книги, как некого исследовательского процесса с продолжением. Но об этом я скажу особо чуть-чуть позже. Значит, помимо этого, вот те бонусы к электронной книге, которые существуют, это список литературы. Каждый наш автор, он вместе с книгой получает выгруженный список, рекомендованный, используемый в книге литературы. Вы понимаете, что это очень важно, кто работает со статейным форматом. Именно на этих списках литературы основаны технологии цитирования. Они выделяются и в дальнейшем формируют вот эту базу цитирований. То есть вы цитируете в неких авторах, они цитируют вас. Так происходит повышение рейтингов цитирования. Это в плане публикаций. Дальше происходят авторские. Вы теперь можете, это один из новых сервисов, можете ознакомиться полностью уже как автора с отчетами по использованию ваших книг и литературы. У вас есть в личном кабинете статистика правообладателя. И здесь вы имеете очень широкий функционал того, как пользуются ваши книги. Вы можете видеть, как и кто скачивает, кто подписывается на ваши ресурсы, заказывает ли печатную версию. Можете видеть, какие рейтинги своих работ, что больше, что меньше. И видите список вашего контента, какие книги присутствуют. Причем это и отдельный автор может видеть, и, скажем, ВУЗ может видеть по всем своим авторам эту информацию. Ну, вот так выглядит авторская статистика по использованию вашей книги. Как вы видите, вы можете видеть организации, которые пользуются, скажем, вашими учебниками, и сразу отслеживать, в каких ВУЗах действительно ваши учебники работают. Вот, и по индивидуальным пользователям, да, даже видеть, кто ваши книги читают. Ну, а вот теперь несколько слайдов я посвящу тем ноу-хау, которые очень важны в нашей работе. И которые мы, собственно, только разрабатываем. Некоторые, может, еще не совсем завершены. В частности, электронный документ оборот. Вот, это пока у нас в работе, наличество только частично, но это стратегический путь вот той цифровой издательской среды, о которой я говорил. Ясно, что традиционный бумажный документ оборот, он очень трудоемкий. Ну, и для автора он непростой. Во-первых, сам процесс пересылок, приездов в издателей, в издательство, подписи и так далее, он довольно такой трудозатратный, время затратный. Вот, дальше, когда автор заключает договор, как правило, издательство требует большого объема прав, который ограничивает потом автора, не дает ему с другими издателями работать. Вот, часто происходит, что автор теряет договор, и мы потом не можем, или он не может выяснить статус состояния книги. Ну, в общем, целый комплекс, вот, как всегда с предметным миром, надо с этим бегать, как с писаной торбой. Вот, электронный документ оборот, он значительно упрощает действие с помощью электронной цифровой подписи, или вот того аналога, простой подписи, который вот мы сейчас разрабатываем, договор виртуально подписывается и всегда доступен, всегда под рукой. Требуется минимальное количество реальных действий оффлайн. Отсутствует лишняя бюрократия. Ну, я думаю, все уже в том или ином виде, в соцсетях и прочих, в интернет-магазине, с всеми плюсами электронного документа оборота знакомы. Вот, ну, обращу еще внимание, что у нас два правовых режима работы с публикацией. То, что я вам описываю, это правовой режим авторский, где заключается лицензионный договор. Вот, а есть еще, и вот это мы, скажем, для всех студентов применяем, но и можем для обычных авторов, режим свободной лицензии Creative Commons, когда автор предоставляет право на безвозмездное использование произведений, и тогда не требуется как таковой лицензионный договор, а требуется только согласие автора, и в дальнейшем книга получает полные права жизни, но единственное без вознаграждения. В общем, благодаря электронному документу обороту, это вот одна из плюсов интернет-среды, публиковаться стало гораздо проще и комфортнее. Второй комплекс бонусов, ноу-хау, я считаю, он вообще центральный, это то, что никак не было выводимо даже из вопросов упрощения. Мы называем эту стратегию Science 2.0, превращение платформы цифровой в единую площадку и для исследования, и для публикаций. Вот я бы просил больше здесь внимания этой идеи уделить и, может быть, поделиться своим мнением. Вот дело в том, что вот традиционная книга издания, она вынуждена была разбивать вот этот процесс, процесс исследований и процесс публикаций. Исследования происходят где-то там у ученого на кафедре, в лабораториях, в его жизни, так скажем, в жизни автора, как самостоятельный длительный процесс. Потом идет подготовка труда научного и, наконец, он приносит его в издательство, происходит публикация. Уже как совершенно иной процесс, между которыми пропасть. И после публикации, ни слова нельзя изменить, уже только приходится пожинать плоды. Вот в то время, как на самом-то деле исследовательский процесс происходит, происходит научная дискуссия, она начинается, опять-таки протекает теперь совершенно вокруг публикации, совершенно в новых местах. Вот цифровые платформы позволяют это все объединить, и мы как раз работаем в этом направлении. Мы стараемся, во-первых, само исследование уже открыть нашу платформу для самого хода исследования. То есть автор может не просто опубликовать готовый продукт, а опубликовать его части, его какие-то данные исследовательские, организовывать дискуссию вокруг этого. Это у нас называется связанными сущностями, да. То есть это любой контент, который связан с существующей или будущей публикацией. В дальнейшем публикация является как неким ядром, таким якорем, да. А вот эти вот дополнительные данные, исследовательские данные, они существуют, ну как раньше приложение книги. И это дополнительные аргументы, какие-то интересные моменты, конечно, они не отрывны от исследования. И зачастую то, что ученый не может их опубликовать, это очень сильно вредило его процессу. Вот. И то, что в цифровом формате публикации вовлекает вот этот вот дополнительный исследовательский контент, это, конечно, и повышает интерес к исследованию, и позволяет проводить обсуждения, позволяет поэтапно развивать исследование, дорабатывать свою книгу. Вот. В общем, очень много возможностей. Вот могут меняться в дальнейшем версии публикации. В общем, вот это новое качество публикации, которые цифровые возможности внесли, в том числе, например, обсуждать с помощью социальных сетей свою работу. В общем, это то, что, как мне кажется, очень сильно изменит ландшафт будущей научно-информационной среды. Вот. Второй момент, который тоже очень сильно влияет на работу с литературой, с подготовкой к научному исследованию, это формирование области научных интересов на публикационной платформе. Это тоже одна из новинок, которая буквально в сентябре у нас была включена. Раньше вы работой с ЭБС имели дело только с каталогом, то есть неким уже предсортированным нами разделом литературы. Да, вот сегодня у каждого ученого появилась возможность самостоятельно формировать тот контент, который ему виден, который появляется на первых местах, страничка научных интересов. Функционал этой страницы многообразен из нескольких важных частей. Первое. На одной странице, соответственно, его научным интересам интегрируется совершенно разножанровый материал по данной тематике. Это и монографии, и учебники, и периодики. То, что раньше было рассыпано по разным частям каталога, вот сегодня оно все собирается в одном таком узле автора. И сразу можно видеть какие-то новинки, какие-то бестселлеры, то, что пользуется интересом со стороны всего сообщества. То есть это информирование о новостном потоке в области своих интересов. Но этим не ограничивается функция научных этой странички. Поиск, который ведет автор, он уже будет вестись с учетом области научных интересов и пользовательской статистики. То есть это уже вид интеллектуального поиска. То есть опять-таки на первых местах будут выходить самые актуальные работы, которые читают все и которые в первую очередь по этой теме используются. В дальнейшем эта страничка позволит информировать коллег о своей публикации, позволит вести дискуссии вокруг своих публикаций, то есть служить и методом продвижения собственных публикаций. Вот так вот выглядит эта страничка. Она в личном кабинете. Вот и вы ее будете видеть в ближайшее время как основную страницу, когда входите на сайт ИБС. Вокруг нее будет вращаться вся работа с контентом у исследователя. Ну и еще одна сторона, которая помогает нам продвигать автора, это портфолио, страничка собственно уже автора. Вот вы видите на примере моей, что здесь собирается кратенькая актуальная информация об авторе, ну а самое главное, вот собираются все полные тексты его книг. Он всегда может сослаться на нее, у него есть связь с РИНС, здесь с какими-то другими, может связать с другими ресурсами, где представлены его книги, информация о нем. Вот и самое главное, что наш автор, а это я напоминаю практически автор директ-медиа, классического издательства, он становится в едином ряду с нашим более широким сервисом, называемым именитые авторы. Тоже сервис, запущенный в сентябре. Именитые авторы, ученые-писатели, объединяют три блока, как вы видите. Это вот именитые ученые, именитые известные писатели, о них тоже информация. В каждом, напомню, не только информация об авторе, это есть у всех, а именно информация, именно полные тексты книг, которые здесь можно найти. В частности, в именитых ученых, вместе с Академией наук, мы собираем всех академиков Советского Союза и России. И, в общем, одна закладка, это наши авторы, которые получают такое солидное соседство, и, разумеется, повышают свой бренд. Ну и заключая этот блок, вот такой концептуальный, стратегический, что получает автор в цифровой среде, это вот здесь на графике иллюстрации сквозного цикла связи автора, вуза и профильного контента. Мы начинаем с верхней, здесь не отразилось, это уровень автора, начиная работать с автором, мы начинаем двигать его по всей цепочке продвижения. Автор в дальнейшем выступает для нас как представитель своей кафедры, и мы работаем уже плотно со всей кафедрой, публикациями кафедры, продвижениями кафедры в научной среде, ее научной школы среди всех. То есть позиционируем кафедру вот в том научно-информационном пространстве, которое создается внутри ЭБС. Кафедру мы снабжаем ключевым контентом, ключевыми тематическими издательствами. И, соответственно, и для издательств предоставляем целевую аудиторию в виде этих кафедр, и продвигаем бренд издательства. То есть здесь две стороны тянутся друг к другу. Следующий пункт снисхождения это вузы с профильными направлениями. То есть и вуз уже получает тот пул контента, который профильный, пул кафедр, который работает внутри этого профиля, пул авторов, которые тоже работают внутри этого профиля. То есть это такой целевой фокус профильного контента того экспертного профессионального сообщества, которое работает в данной дисциплине. Вот все это помогает сформировать уже комплексно именно профильный контент для всех этих звеньев в профессиональной цепочке, что помогает во многих вещах, в частности в качественном наполнении дисциплин, книгообеспеченности. То есть мы соединяем данные в данной цепочке, соединяем профильный контент и профильное профессиональное сообщество. Все находят друг друга. Причем в разных жанрах, как вы видели, и в совершенно разнообразных тематических направлениях. Вот это тот стратегический цикл, который мы стремимся охватить всей нашей работой. Поэтому у нас здесь есть и издательство, и цифровая платформа, и другие профильные издательства. Все они объединяются в этом кругу. И вот к этому циклу я бы хотел добавить несколько еще слайдов, которые в дополнительной презентации кратенько. Вот, к сожалению, забыл предоставить вот эту, показать вот этот график, а он как раз очень важный для того, что я говорил раньше, о росте публикационного потока. Да, жалко, что я забыл, но придется нам чуть-чуть перепрыгнуть к началу нашего нашего вебинара. Вот это этот график иллюстрирует, насколько динамично развивается вот этот публикационный поток в научной среде. Это график пополнения известного ресурса открытого доступа, архив.com. Вот это месячное его пополнение буквально на протяжении десятка лет вы видите, что этот поток растет уже практически экспоненциально. И то количество, которое сегодня притекает, но его явно никакими традиционными там традиционные журналы и книги просто не вместить. Вот. А так я хотел некие еще дополнительные сервисы, которые не вошли. Ну, видя, что уже время очень мало, буквально в назовном режиме. это слайд, касающийся новым формам работы в книгообеспеченности, колоссальному облегчению автоматизации работы по формированию рабочих дисциплин, учебных планов. Если раньше это все приходилось делать самостоятельно на основе каталога библиотечного, используя там исследуя книжный рынок, то, что есть в библиотеке, вот с помощью ЭБС все становится гораздо проще, потому что это не просто доступно по одному клику, но и добавляется тот интеллектуальный сервис, который мы формируем в книгообеспеченности, рекомендации вузов и других преподавателей. Мы собираем информацию по литературе, какие книги для каких дисциплин используются наиболее часто. И, соответственно, найти литературу востребованную, актуальную, интересную по своей дисциплине становится намного, намного проще. Ну, а вам, как автору, соответствующей дисциплины вас найдут, если у вас работа успешная, тоже намного проще и быстрее. Здесь и авторский, и преподавательский интерес сливаются в одно. Еще один плюс как автора, это возможность прикреплять литературу к своим дисциплинам, то есть вы можете формировать в списке преподавателей своего вуза те курсы, которые ведете, и сразу прикреплять к ним ваши книжки. В этом случае для студента очень просто найти вас и те материалы, которые вы рекомендуете, все это сразу становится связанным между собой, то есть это тоже помогает продвижению, упрощению работы с вашими книгами. И один из сервисов вы можете видеть потом, кто читает, насколько читает ваши рекомендованные книги, если они привязаны к группе студентов, то вы будете видеть статистику использования ваших книг. Это мне кажется очень интересно для преподавателя. Потом в личном кабинете вы видите тесную связь с Ринс, вы всегда видите актуальную состояние, как у вас меняются ваши рейтинги. Вы можете напрямую перейти в Ринс. Это тоже упрощает и помогает. И самое главное, что позволяет работа ВБС, это повышение вашей цитируемости и вашей популярности. Главное, что мы обеспечиваем, с чего я и начал, что текст не просто публикуется, ему дается аудитория для читательской аудитории, и эти же читатели, подчеркиваю, они являются и авторами, и они в дальнейшем цитируют ваш текст. Только при этих условиях возникает цитируемость как таковая, и именно на большой платформе, в которой и публикуют, и читают, этот эффект становится возможным. Так что если текст опубликован, если он доступен для чтения и поиска, для цитирующего текста, если библиографическая запись текста качественно сделана и помещается в РИНС, РИНС начинает фиксировать повышение индекса, изменения в РИНС можно отслеживать, вот эта цепочка, которая автору на ладошке предоставляет весь этот круг, и соответственно воздействуя на этот круг, можно воздействовать и на свою цитируемость, и тоже повышать ее с возможными методами. Вот, ну а сейчас я уже практически завершаю, последняя часть, она касается уже только информационного наполнения школы авторской публикации, мы не просто публикуем работы, мы это помогаем делать профессионально, обучаем в разных способах. Основной способ это повышение квалификации в учебно-методическом центре Директ-Академия, который сегодня в гости вы и пришли, с этим вы знакомы. Дальше мы помогаем Директ-Академии не только публиковать книги, но и обучаем вообще всему циклу дистанционной технологии, дистанционному образованию. Ну и очень много времени мы посвящаем не только работе с автором преподавателем, но и работе с автором студентом, потому что наука начинается со студента, научная карьера начинается в студенческом возрасте. И самое главное, что раньше опять-таки до ЭБС практически не существовало для студента публикационного формата, где он бы мог свободно уже начинать это делать и учиться с профессиональным навыком. Вот в ЭБС студент может полноценно публиковаться, как вы видели спрос на такие работы очень высок, ну и у любого хорошего студента, который там видит свою карьеру в науке, это прекрасные инструменты, чтобы начинать это уже с его студенческой скамьи. Ну и помимо опять-таки функционала у нас проходит и обучение, те же вебинары, которые очень хорошо посещаются и различные системы мотивации соревновательности, которыми мы поощряем научные таланты, в частности наш конкурс студенческих работ. Вот и помимо публикаций существуют дополнительные полезные для студента опции, это интегрированная проверка на антиплагиат, это возможность организованно сдавать работу ВКР в нашем сервисе, ВКР репозиторий, это возможность напечатать свою студенческую работу в виде книги, потому что это тоже публикация, тоже сразу получает книжный вид со всеми своими идентификаторами, вот, и даже формы поощрения в виде различных там гонораров. Вот, мы в этом году провели уже второй всероссийский конкурс на лучший студенческий диплом, это очень грандиозное мероприятие, вот, буквально в сентябре на книжной московской ярмарке мы вручали дипломы и награды победителям, вместе с нами этот конкурс поддерживает журнал «Университетская книга» компания «Антиплагиат», было награждено 36 номинаций, и еще дополнительные два победителя получили награду «Отдых на море», еще несколько приз зрительских симпатий, ну и по каждому предмету три диплома первого, второго, третьего места. Вот, около тысячи работ приняло участие в этом году. вот к этому формату, да, еще вот по студенческой публикации некое дополнение, призываю вас вот как научных руководителей, как преподавателей обратить внимание и привлекать своих там лучших студентов к нашему конкурсу, он начинается в феврале, ну и хочу заметить, что любой студент имеет право публиковать и курсовую работу, любую квалификационную работу, как научную, он также пройдет у нас некий мониторинг на научность и получит все бонусы научной публикации, особенно, обращаю внимание, получит бесплатный номер до и, и может уже в дальнейшем цитировать, показывать, распоряжаться работой по своему усмотрению, вот, и главное, что эти все сервисы для студента бесплатные, вот, еще раз, информационные каналы поддержки Директ Академии, это учебный канал на YouTube, вебинары, техподдержка, персональный менеджер, вот это все вам доступно, как автору, на любой ваш вопрос получите ответы, приглашаю посещать наш учебный видеопортал, там уже, это у нас Тысячник, очень популярный ресурс, и уже на много вопросов можно там ответить, замечательных специалистов, вот, это курсы есть по целым проблемным областям, вот, например, по учебному видео, видите, 72 академических часа, но эти курсы большие уже платные, проводятся ведущими специалистами в этой области, ну, вот, собственно, и все, и так забрал у вас очень много времени, но, надеюсь, это было не бесполезно, так, ну, что ж, спасибо, что я дошел до конца, и вы были все это время со мной, отвечая на вопрос, который в это время добавился, значит, Лариса Владимировна, есть ли требования к минимальному объему публикации, да, у нас есть требования, это примерно объем, 50-страничный объем текста, да, потому что меньше этого обычно идет журнальная статья, больше, это уже где-то два авторских листа, можно говорить о книжном формате, брошюрном формате, это может быть и учебно-методический комплекс, но опять-таки, повторяю, вот самые простые форматы, там, ОМК, просто с планом занятий, там, или учебные планы, это мы не принимаем, а принимаем научную публикацию, в каком бы ни было виде, в том числе статьи, если они оформлены в виде собрания статей. Так, значит, вот вам здесь как раз уже какая-то обратная связь, наш редактор, барабанщикова Юля, даны ее координаты, да, можно ей писать, не обязательно пользоваться вот этими всеми нашими цифровыми форматами загрузки и так далее, если кому-то удобнее в классическом, то всегда есть редактор, человек, который будет с вашими работами. Вот, из чего складывается стоимость публикации, какова средняя стоимость одной книги. Вот, ну, да, опять-таки подчеркиваю, что у нас можно формировать, публиковать работы по открытой лицензии, в этом случае она для всех будет бесплатной. И тенденции научного рынка такие, вот рынка авторов, которые мы говорили, что это преимущественно бесплатной публикации. Мы это все очень поощряем. Это тот сегмент открытого доступа, который у нас всегда открыт и который доступен всем. Вот, но если вы идете по традиционному пути, лицензионному договору, то мы с вами формируем стоимость книги, но в основном мы подходим здесь такими едиными ставками. В общем, стоимость книги для других подписчиков, для других интернет-магазинов мы формируем самостоятельно. Она оказывается эквивалентна средневзвешенной стоимости научной книги сегодня в России. То есть не дорого, не дешево, ну где-то там 500 рублей в зависимости от того, покупают ли в розничном формате книгу люди, или это будет корпоративное приобретение для вуза, для организации. Вот. Таким образом завершаю свое выступление. Еще раз обращаю внимание, что ЭБС и цифровые платформы открывает на сегодняшний день действительно реально массовый рынок. мы еще здесь не такой пример, а вот ресурсы открытого доступа, такие как Киберленинка или вот Архив.org, они имеют вообще миллионную посещаемость, ну правда бесплатную, и разумеется, они говорят о том, что свершилась уже смена вех в издательском формате, и надо видеть наличие старого классического рынка, который тоже не ушел, существование нового рынка, этого рынка авторов, и манипулировать между ними другим. Ну и в качестве одного из самых оптимальных, на мой взгляд, решений, где можно и там, и там быть, это вот публикации через нас, вы получаете бренд, вы получаете качественные издания, вы получаете целевую аудиторию, и книги во всех форматах, и печатном, и электронном. Вот, еще, да, вопрос, сколько стоит опубликовать книгу у вас, монографию, учебную пособие? Да, еще раз подчеркиваю, что публикация у нас бесплатная, это один из тоже следствий упрощения цифровой среды, мы делаем книгу технологично, качественно, и именно поэтому бесплатно, поэтому не стоит тратить, собирать много денег на публикации в классическом дорогом издательстве, практически все достоинства классической публикации вы получите у нас, плюс вот те бонусы, о которых я говорил, вот, и главное, что вы публикуетесь бесплатно, мы даем вам два бесплатных экземпляра к этому, то есть мы еще инвестируем, вот, ну и там в зависимости от лицензионного договора, какой объем прав вы передаете, это полные исключительные права, или это не исключительные права, там вот условия разнятся, то есть если вы передаете исключительные права, то от вас практически больше, более ничего не нужно, ну скажем, только пакет приобретения нескольких экземпляров для себя, да, если вы передаете нам не исключительные права, то такая публикация уже будет стоить каких-то денег для нашей издательской работы, для продвижения всех этих ISBN, поэтому разумеется выгоднее сразу передавать исключительные права, вот, и да, про старые книги, старые книги можно переиздать, и что для этого надо, да, мы принимаем все публикации, которые у вас публиковались других издательств, более ранние годы, вот, при этом не обязательно их модернизировать, там перерабатывать, разумеется это требует много работы, все-таки эти книги идут под теми годами и на ту актуальность того года, который они были изданы впервые, вы просто даете им доступ, как обычно в библиотеке, они лежат и все делают скидку на то, что эта работа была написана раньше, при желании можно делать второе издание, это уже будет тогда новое переработанное актуальное издание, но этого делать не обязательно, так что публикуйте, в этом случае тоже никаких дополнительных от вас взносов, кроме того, что я сказал, не требуется, вот, и можно формировать статьи, сборники статей, это тоже тот формат обязательный для ученого, который помогает ему обозначить свой масштаб, для настоящей ученой, конечно, никогда статьями не закончится. Ну что ж, на этом я заканчиваю, надеюсь, не утомил длинной презентацией. коллеги, спасибо, что вы были на нашем вебинаре, что активно задавали вопросы нашему уважаемому спикеру, спасибо Константину Николаевичу за такое подробное освещение темы, сегодня было много вопросов, много ответов, и это здорово. Приходите все на наши новые вебинары, я даже не буду снова говорить, где вы можете найти наше расписание и записаться на все вебинары. У нас предстоят три вебинара интересных на этой неделе, и я с удовольствием буду ждать вас на этих вебинарах. Всего хорошего, встретимся на новых вебинарах, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...